Всем добрый день, приветствую. Рад, что вы нашли время посетить наш вебинар. Он будет не сильно долгим. У нас сегодня только одно устройство. Это у нас SIP-шлюз оповещения от Funville. Вообще это ни в коем случае не замена шлюзу PA2, который у нас уже существует давно в продукте Funville. Мы сегодня поговорим об этом новом продукте, рассмотрим преимущества, где же можно использовать это устройство и сделаем сравнение и с текущим нашим PA2 и наше новое устройство PA3. Стоит, наверное, начать с того, что же из себя представляет PA2. Это устройство сильно недооценено, на мой взгляд, на рынке. У меня опыт в телефоне уже, наверное, больше 10 лет, но много инженеров сталкиваются с вопросом оповещения, а что же, как у нас должно это происходить в нашем 21 веке в SIP. И представляя им подобное устройство, они всегда смотрят на это с удивлением, что оно такое есть и странно, что они не знали об этом раньше. Буквально один слайд я хотел бы посвятить вообще бренду Funville, потому что есть наверняка люди на данном вебинаре, которые, может, только знакомы с брендом. У нас мы условно подразделяем это на три категории. Это у нас X-серия телефонов для бизнеса, это отельные телефоны и различные домофоны, некие технологические устройства, их Funville называет. У нас, говоря об обычных классических телефонов, у нас очень широкая линейка, наверное, больше 20 различных модификаций у нас представлено, начиная с самых бюджетных моделей от 40 долларов и заканчивая телефонами с большими сенсорными экранами на актуальном Андроиде. Есть телефоны с выносными микрофонами. Я думаю, каждая компания сможет подобрать себе настойный телефон именно по своим потребностям. У Funville есть различные устройства, это телефоны H-серия и I-серия. В наших домофонах вы можете подобрать то устройство, которое подойдет именно вам. У нас есть, начиная с небольшого пластикового интеркома вызывной панели I10, который есть с видеокамерой и с дополнительной клавишей открытия замка. И в целом наша линейка домофонов достаточно обширная, больше 20 различных вариантов. И вы закладываете тот функционал, который вы хотите увидеть. Сначала вы решаете, что это пластик или металл, а потом решаете, нужен ли вам считыватель RFID-карт, нужна ли вам клавиатура, нужна ли вам встроенная камера, нужны ли вам кнопки домофонов наборные. И подбираете до максимального нашего варианта. Это модель I33, которая может монтироваться как внутрь стены, так и снаружи. Также пару месяцев назад нами были представлены некие SIP-мониторы. У нас сейчас в портфолио 4 различных варианта. Это моделька I51 с 5-дюймовым экраном, I52 с 7-дюймовым экраном. Модель I53, она напоминает модельку I52. Единственное, что экран там становится сенсорный. Также у нас сейчас на складе доступна отгрузка большого планшета 10-дюймового, который построен на операционной системе Android, который может стать не только средством приема SIP-видео и аудиовызова, он может стать неким домашним медиа-центром и системой управления умным домом, потому что это Android, в котором вы можете включить Play Market или установить какие-то различные АПК-приложения. И другой сегмент – это массовое помещение. У нас было представлено только одно устройство до данного момента. Как я уже говорил, на мой взгляд, достаточно не широко известным массам. Но у нас сегодня добавляется еще одно дополнение. Это следующее PA3, о котором я хотел бы вам рассказать. Ну и все в целом, все устройства Fanville, они могут управляться с помощью нашего бесплатного программного обеспечения FDPS и FDMS. Об этом тоже я хотел бы рассказать в отдельном слайде. Итак, у нас новый SIP-шлюз PA3, SIP-шлюз оповещения. У нас сталкиваются часто с ситуациями, что аналоговая система оповещения уже построена, и нам нужно добавить некое SIP-ядро, то есть некий преобразователь. Вот данный шлюз PA3 может использоваться как раз в этих целях. Представим, у нас лифт, в котором есть тоже сторонняя система связи с... диспетчером. И вот мы можем оцифровать вот эту вызовную панель лифта. У нас может быть установлен какой-то банкомат или какой-то терминал оплаты, где нужна сторонняя система для связи с владельцем этого устройства. У нас может быть парковка, на которую приехал клиент, у него не считывается номер или какие-то проблемы с оплатой, и ему тоже нужна связь с оператором. И на данное устройство мы можем встроить это встраиваемое решение. Мы его оставляем, прячем снаружи и выносим только кнопки, только интерфейсы, которые будут нужны именно клиенту. В данном слайде здесь это небольшой список характеристик, присущих данному устройству. Они повторяют шлюз PA2. И кроме того, у нас есть, добавляется поддержка кодека Opus. Поэтому если в вашем офисе широкий канал, то имеет смысл транслировать передачу именно в максимально возможном кодеке. Еще одно отличие от шлюза PA2 – это USB-порт. И на следующем слайде я расскажу, как его можно использовать. У нас в качестве питания поддерживается POE, либо у вас остается возможность подключения внешнего адаптера питания на 12 или 24 вольта. Но в случае, если мы хотим получить максимальное 30 ватт аналогового звука, то мы обязательно также должны запитывать это устройство через внешний блок питания на 24 вольта на 2 ампера. И на этом слайде можете увидеть две рабочие стороны устройства и обилие различных внешних интерфейсов, которые мы можем подключить. Если мы смотрим слева направо, то мы видим кнопки. У нас их стало две, и они обе следы индикации. Подсветка этих кнопок может гореть постоянно, либо она может мигать при совершении вызова. Какие же у нас вообще могут заложены функции быть на нажатие этих кнопок? Из очевидного это, конечно, быстрый набор. То есть как на обычном телефоне мы поднимаем трубку, мы нажимаем клавишу вызова, точно так же мы нажимаем эту кнопку, и у нас происходит SIP-звонок. Также мы можем включить именно режим рации, на push-to-talk его называют, что мы говорим только тогда, когда кнопка нажата, то есть звук передается. И дальше у нас, говоря о мультикасте, мы можем запускать вещание, и мы можем запускать прослушивание потока. То есть у нас сервер совмещает вультикаст, и если происходит нажатие этой кнопки, то звук начинает производиться через динамики. Далее вы видите клавишу сброса. Вдруг, если вы забыли пароль от веб-интерфейса, то эта кнопка позволит вам сделать сброс. И у нас здесь сзади есть слот для карточки microSD, в корень которой вы можете закинуть mp3-файлы и запускать вещание непосредственно с этой карточки. На другой стороне этого устройства PA3 интерфейсов у нас сильно больше. Сначала идет аналоговый интерфейс, он же назван line-in. Именно в него вы можете подключить какую-то фоновую музыку. Часто вы можете такое увидеть в магазинах, в супермаркетах, что у нас происходит проигрывание мелодии. И при нажатии кнопки на PA2 устройства у нас меняется приоритет и у нас затухает этот звук line-in, начинает проигрываться уже там SIP-вызов или там мультикасс, в зависимости от того, как вы это настроите. Далее у нас идет подключение внешних динамиков. Их здесь два выхода. Они отличаются сопротивлением. Причем у нас выход есть на пассивной динамике. Это усиление происходит с помощью встроенного аналогового усилителя до 30 ватт. И есть выход на активные динамики. То есть если мы подключаем сторонний аналоговый усилитель либо какой-то активной динамики, то будет особенно важно, чтобы было меньше помех, не пользоваться встроенным усилителем, а подключать им соответствующий порт. Также у нас здесь есть кнопки регулировки громкости, есть индикатор работы и индикатор SIP-регистрации. Ну и сетевой порт, конечно же, и подключение внешнего адаптера питания. Также у нас про USB-порт я говорил, что я расскажу. То есть помимо того, что мы можем вставить флешку до 32 гигабайт и записать туда MP3-файлы, которые у нас будут проигрываться, мы можем вставить туда еще Wi-Fi-адаптер, который у нас есть в списке совместимости. Я там выкладывал в наших страницах Facebook и ВКонтакте. Также наш дистрибьютор в Беларуси поделился новостью, что некий адаптер TP-Link, достаточно недорогой, который стоит 10 долларов, он тоже успешно работает с нашими телефонами. Я думаю, так как Linux используется один и тот же, то он успешно заработает и в этом устройстве PA3. И я также видел в презентации моего коллеги, что мы можем использовать 4G USB-свисток и делать подключение к внешним SIP-сиверам уже через LTE или 3G-канал. Размер этого устройства очень небольшой. Я думаю, можно его сравнить с пачкой сигарет. Корпус у нас не герметичный, но он полностью металлический. И при монтаже на улице, я думаю, будет правильным решением еще упаковывать его в какой-то герметичный пластиковый бокс. И этот металлический корпус у нас еще и является радиатором. В данном устройстве, как вы заметили, много аудио входов и выходов. И вы можете настроить IP-вещание через различные способы. Это SIP-вызов, мультикаст или режим рации, пусть это толк о котором я говорил. И когда звук... у нас микрофон идет только при нажатой клавише. Ну, вообще 30 Вт аналогового звука это немало. Вы можете подключить 2 15-ваттных достаточно больших динамика и помещение в 30-40 квадратов будет, в принципе, покрыто. То есть мы в PortLineIn включаем какой-то FM-приемник, либо ваш смартфон и просто пользуемся этим устройством как аналоговым усилителем. Какие же у нас есть преимущества этого устройства? Какими бы безопасными не были эти облачные коммуникации, то есть люди не готовы передавать там свои записи разговоров, там просто историю своих разговоров, кто и с кем говорил, но телефония, она в целом движется именно в облако. У многих вендоров, производителей, поставщиков ИТС у нас появляется облачное решение. Компании ставят Астериск в облаке, систему унифицированных коммуникаций от 3CX или там Сангома. А у нас здесь на земле остаются устройства, которые жалко выбрасывать, и поэтому мы вынуждены их тоже оцифровывать при переезде в облако. И вот мы можем соединить старый мир и новый мир с помощью вот таких вот адаптеров. Аналоговые системы имеют еще другое преимущество, поэтому нельзя сказать, что от них полностью откажутся в ближайшем времени. Мне известны два производителя подобных устройств. Это компания CyberData и компания 2N из Чехии, которые делают SIP динамики уже в одном корпусе. И помимо того, что стоимость, она не сильно интересна, получается устройства откровенно очень дорогие, у них еще небольшой выбор. То есть у нас в аналоговом оповещении есть очень большой выбор динамиков, разной мощности, есть высокочастотные, низкочастотные. То есть и мы всего этого лишаемся, когда выбираем именно готовое устройство, там SIP динамик. Поэтому вот шлюз PA3, который вот сейчас представляет фанвил, он будет как нельзя кстати. Ну я говорил, что он маленький, и мы сдаем HD звук в кодеке Opus. Мы позволяем вещать в MP3, то есть мы улучшили процессор в этом устройстве по сравнению с PA2. Кстати говоря, PA2, он в самом ближайшее время будет тоже модифицирован. Многие функции, они перетекут. Из PA3 самое лучшее мы возьмем и добавим в PA2. Устройство будет называться PA2S. В целом это устройство очень легко настраивается, легко устанавливается. У нас есть только веб-интерфейс. И если вы когда-то сталкивались с телефонами фанвил или с домофонами фанвил, то и это устройство вы настроите без проблем. Как мы знаем, существует у нас много протоколов передачи голоса и установления сессии. Какие-то открытые, какие-то нет. Еще в начале 2000-х годов были какие-то сомнения, кто победит. Но теперь посмотрим, где сейчас H3.2.3, SCCP или протокол AJAX. Они, разумеется, еще существуют, но это какие-то небольшие нишевые решения. У нас SIP однозначно победил. И замечательно, что фанвил, как производитель, он использует SIP протокол во всех своих устройствах. И устройство PA3, в частности, оно будет совместимо с АТС многих производителей, будь то FreePBX, Manga Office или решения для бизнеса у сотовых операторов. Например, у нас в России это большая тройка MTS, Beeline и Megafon. У них у всех есть какие-то SIP решения для бизнеса. И даже для физлиц у них. У Megafon очень популярны решения Multifon. И наше устройство PA3, разумеется, будет работать. Касаемо передачи музыки и голоса, я думаю, у пользователей не возникнет проблем с качеством. У нас кодек G722 стал стандартом лет 5 назад, когда он появился в бюджетных телефонах многих вендоров. И хотя очевидно, что поддержки просто кодека 722, его это недостаточно. Еще сам динамик и микрофон, они тоже должны быть высокого качества. Ну, в случае данного шлюза, то есть микрофон и динамик, он лежат в вашей соне ответственности. Мы предполагаем, что вы будете брать его из комплекта PA2Kit, так называемый. Он сейчас будет называться, наверное, просто PAKit. У нас кодек Opus, который мы добавили, он используется во всех наших современных телефонов XU-серии, уже которая 2 года назад была представлена. И поэтому мы ждем, когда и производитель АТС будут добавлять кодек Opus в свои телефонные станции, но вы, когда приобретете устройство PA3, вы будете знать, что вы уже готовы к тому, что ваше устройство уже готово к сопряжению по последнему кодеку. Данный шлюз PA3, он поддерживает вещание не только через SIP или Multicast. В веб-интерфейсе устройства вы можете выбрать, кто является источником звука. Это микрофон или входящий в порт line-in. Я думаю, это типичная ситуация применения на вокзале, в аэропорту, в оповещении о транспорте, либо в метро, на автобусной остановке. Оператор может дополнительно предупредить о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, что очень важно в наше текущее время. Аналоговые системы на автозаправочных станциях. Я думаю, тоже в будущем будут переводиться на SIP. Ибо IP-оборудование, оно помимо определенного управления и вещания, оно дает еще возможность мониторинга. И это сильное преимущество по сравнению с аналоговыми системами. Следующее преимущество нашего устройства PA3 это возможность проигрывания MP3 файлов непосредственно с устройства. То есть вы можете подключить USB диск или microSD карточку до 32 гигабайт и при сжатии с хорошим битрейтом в 320 кбит в секунду у вас будет сотни часов записанного аудио, которые доступны автономно. Ситуация у нашего клиента торговый центр и работает аудиовещание как раз и диска с локального. И изредка оператор осуществляет вызов и делает какие-то объявления о распродаже, просьба продавца прийти к кассу или кто-то потерялся. И сеть бывает такое, что ломается. И что же произойдет, если у нас не будет Ethernet-канала? А ничего, собственно, не произойдет. То есть музыка, она также будет продолжать вещать. Единственное, что администратор должен будет разобраться с проблемой сетевой доступности, чтобы продавец или администратор могли заново начать вещать. Также инженеры Fanville сообщили, что в скором времени добавим функцию записи аудио на этот накопитель. и запись видео. И, наконец-то, мы коснулись видео, о котором я хотел сказать. Эта функция тоже многим неизвестна, что наше устройство P3 и P2 позволяют принимать видеокартинку через протокол RTSP. А этот протокол, он открытый, он поддерживается производителями многих камер. И наши домофоны Fanville в том числе, все наши домофоны могут отдавать картинку по этому протоколу RTSP. И этот шлюз P3, он занимается преобразованием. Это становится у нас SIP-видео устройством. То есть если мы осуществляем SIP-вызов на телефон, который умеет принимать видео, то в RTSP-потоке у нас идет и аудио, и звук. И в экстренных ситуациях это может быть очень полезно, что мы получаем не только аудио, обратную связь, от пользователя, но и видео. Мы можем оценить обстановку и экстренно принять какие-то меры. Также я хотел бы рассказать об облачной системе управления, которую мы предоставляем бесплатно. То есть у нас есть два программных продукта. Это FDPS и FDMS. Первый FDPS – это некий аналог вашего TCP-сервера, который дает обычно устройству всего лишь ссылку на адрес сервера провижнга, на котором уже лежит непосредственно XML-конфигурация. Данный сервер, он работает у нас, в нашем облаке. И чтобы получить туда доступ, вам нужно, можно мне отправить в электронную почту свои контакты, название вашей компании, e-mail, телефон, и я вам в ответ пришлю логин, пароль для доступа. И вот у нас есть в руках наше оборудование FunVille. Не важно, что это, по два шлюз, либо настольный телефон, но мы знаем только MAC-адрес. То есть мы заходим в эту облачную систему, вбиваем MAC-адрес, причем если у нас сотни телефонов, мы можем его загрузить в виде Excel-файла, и мы укажем ссылку, где же телефон должен брать именно свой конфиг-файл. То есть вы, как владелец телефонной станции, если она на Linux, вы можете настроить уже провижнинг дальнейший на ней. Но если вы не хотите этого делать, данную опцию мы рекомендуем производителям, поставщикам АТС и каким-то интеграторам, что они могут установить софт непосредственно настройки оборудования FunVille, софт FDMS, они могут установить на своем Windows сервере и уже делегировать пользователям, то есть выдавать уже от себя какие-то логин, пароли, чтобы конечный клиент мог самостоятельно уже настраивать эти устройства. То есть настраивать, если мы говорим о телефонах, настраивать DSS-клавиши, настраивать данные по SIP-аккаунту, контактную книжку загружать и так далее. Еще раз, это софт бесплатно, софт FDMS вы можете скачать с сайта именно FunVille.com, в ближайшем времени выйдет там третья версия, которая, как мне говорят, будет сильно надежнее, стабильнее, не будет посылать в сеть различных левых пакетов. Ну вот ждем, не дождемся, я думаю, мы сделаем поэтому отдельный вебинар, поэтому оставайтесь с нами на связи. Несколько слайдов о сценариях применениях, я их как бы уже затрагивал, но еще остановлюсь чуточку там подробнее. Итак, в целом по два устройства, это шлюз, который позволит соединить аналог и у нас EIP. То есть мы можем вещать с SIP-телефона, например, у нас есть прекрасный телефон X210i с внешним микрофоном, и те операторы, которые привыкли именно взаимодействовать, брать в руку микрофон, они могут вещать в это устройство, вещать как по SIP-у, так и по мультикасту. Мы можем также интегрировать аналоговые системы и миксовать это различными способами, выводить уже на старые динамики или на аналоговые селители, которые уже построены. Может это быть в жилом помещении, что сейчас все новостройки, дома сдают уже, помимо того, что есть противопожарные системы, они обязаны ставить еще и различные аудиосистемы об экстренном оповещении. До сих пор и радиоточки, насколько я знаю, сохраняются, но, надеюсь, когда-то они все-таки уйдут. В обычных жилых помещениях у нас всегда есть возможность сделать некий пурт, сделать консьержу, чтобы она что-то могла оповестить жителей. Часто очень применяется в магазинах, в торговых центрах, но несколько примеров я уже приводил по ходу вебинара, что у нас есть возможность из основного офиса, то есть у нас разделенная инфраструктура, IP-сеть, мы можем через различные VPN-ы настраивать, доступы, и мы можем делать оповещения для сотрудников или для магазинов, настраивать из единого центра координации. Говоря про общественные места, я думаю, это тоже стоит об этом сказать, что если у нас оповещение при эвакуации, какие-то информирования, если у нас потерялись люди, потерялись дети, мы что-то должны сказать, мы можем использовать подобные устройства, также мы можем сделать стойку, в которую встроить шлюз оповещения, то есть при нажатии у нас будет происходить вызов в центр мониторинга. У нас есть в России отличный пример, когда встраивали систему по шлюз ПА-2 в лифтовую шахту в одном из небоскребов Москва-Сити, постоянно, наверное, буду приводить его в пример, но там устройство еще было из видео, у нас, к сожалению, в ПА-3 возможность видео исчезла, как и возможность реле, но вот мы, в принципе, подошли к сравнению, что у нас было раньше, что мы получили сейчас, поэтому я составил вот такой вот слайд, который по пунктам сравнивает эти две позиции. У нас изменился класс POE, у нас теперь мы большую мощность можем подать в этот порт, и я думаю, так как мы подаем большую мощность по POE, то и, соответственно, в качестве аналогового усилителя мы тоже получим большую громкость. У нас теперь встроена микро-SD карточка по сравнению с ПА-2, но не стало у нас реле, то есть сухих контактов у нас нет, так входящих, так и исходящих, то есть никакую информацию с датчиков движения, там с нажатой внешних кнопок мы, к сожалению, получить не можем, мы не можем никак не отреагировать на это. Но я думаю, это сделано из-за удешевления этого продукта, и цена, я думаю, процентов на 20, а то и на 30, будет данного устройства ниже, чем шлюзы ПА-2. У нас был изменен процессор, добавился Opus Codec и кодирование MP3, о котором я говорил, и ПА-2 Kit, если кто не знал, он у нас также поставляется еще в комплекте без камеры, поэтому он будет полезен для устройства ПА-3. И сравним еще ПА-3 с устройствами конкурентов, компании SNOM и ZUKA, по крайней мере, они мне известны. Есть преимущества, которые перебить точно не удастся, это вещание в MP3, о котором я говорил, с внутренних накопителей, и USB-интерфейс, который мы можем подключить Wi-Fi или можем подключить LTE-модем, такого тоже я нигде не видел. Ну а в целом эти характеристики точно не хуже, чем у конкурентов, то есть мы пытались в этом шлюзе собрать все самое лучшее, я думаю, у нас получилось.